А теперь давайте перейдем от Габблера и предложенного им важного разграничения к пункту С, Скофилд и его влиятельный подход. Если говорить о диспенсационализме, то он понимается как первая попытка в библейском богословии Это попытка осмыслить Библию целиком в ее же собственных терминах. Первая биографическая справка Сайрус Скофилд, 1843-1921 Сайрус Скофилд, 1983-1921 Был ортодоксальным пресвитрианским священником Пресвитрианский священник Писатель, богослов-оратор Сайрус Скофилд был также сторонником и защитником премиленаризма диспенсации Он редактор Библии Скофилда Известный популяризатор диспенсационализма в Северной Америке Во-вторых, некоторые из его предшественников Исаак Уоттс и Джон Нельсон Дарби Исаак Уоттс и Джон Нельсон Дарби Исаак Уоттс, 1674-1748 Известный автор гимнов Один из них, когда взираю на чудесный крест 1674-1748 и Джон Нельсон Дарби Годы жизни 1800 и по 1882 Широко известен как идейный вдохновитель движения плимутских братьев Оба этих богослова понимали Библию диспенсационально То есть как последовательное, поэтапное развитие божественного откровения Каждый этап при этом раскрывается постепенно В соответствии с нуждами того или иного народа или исторического периода. Откровение разворачивается поэтапно, при этом каждый этап раскрывается постепенно в соответствии с нуждами того или иного народа или исторического периода. Если сравнивать схемы, предложенные Уотсом и Дарби, их разбивку на этапы, думаю, что Чарльз Райри прав в своем утверждении о том, что значительное влияние на Скофилда оказал скорее Исаак Уотс, чем Нельсон Дарби. Чарльз Райри написал небольшое, но очень полезное пособие по диспенсационализму, с аналогичным названием. Он исследует историю диспенсационализма. Считаю, что Райри приводит убедительные аргументы в поддержку той мысли, что на Скофилда Уотс повлиял гораздо больше, чем Дарби. По сути, единственное различие между схемой Скофилда, которую я вскоре изображу на доске, и схемой Уотса заключается в том, что Исаак Уотс выделяет шесть диспенсаций от Дарби-7. А теперь позвольте мне представить вам классические схемы. Итак, в-третьих, классические схемы. Скофилд. Итак, первая диспенсация по Скофилду, не по Коулу, а по Скофилду, это диспенсация непорочности, невинности. Сама диспенсация в данном случае это не просто период времени, а период испытания человека на предмет послушания тому или иному конкретному откровению Божьей воли. Итак, период испытания человека на предмет послушания тому или иному откровению Божьей воли, характеризующему данную конкретную диспенсацию. Так человеку разрешалось вкушать от любого дерева, кроме древа познания добра и зла. Таким образом, Адаму предписывалось исполнять Божье повеление и ухаживать за садом. Данный период в концепции Скофилда охватывает период с первой главы Бытия, то есть времени сотворения людей, до Бытия 3.6. Это первая диспенсация до сотворения, если хотите. Это период безгрешности. Это период отсутствия греха. За первой следует вторая диспенсация по мере развития библейского сюжета, которая называется диспенсация совести. После грехопадения у человека появляется ощущение правды и лжи, знания добра и зла. Есть мнение, что отныне и до конца этой диспенсации «Бог управляет Адамом и Евой посредством совести». Бытие 4.1.8.14 События до потопа включительно. Третья диспенсация в схеме Скофилда «Бог управляет Адамом и Евой посредством совестия». Это гражданское правление. Бытие 8.15 до 11.9. До конца Вавилонского столпотворения. Обоснование «Теперь Бог управляет», основываясь на таких принципах, как «кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой у человека». Это принцип карающего правосудия, фундаментальный для гражданского общества. Одна из обязанностей гражданского правительства состоит в том, чтобы обеспечивать в обществе правосудие. С этим можно соглашаться или не соглашаться, но раскрывается это так. Четвертая диспенсация – это диспенсация обетования. Она начинается с конца Вавилонского столпотворения, охватывает родословие и продолжается до книги «Исход» 18.27, когда Израиль собрался на горе Синай. Это момент Божьего обетования Аврааму, которая будет в силе, пока Израиль не достигнет Синая. Пятая диспенсация – это диспенсация закона Моисеева. Она охватывает период от Исхода 19.1 до книги «Деяний» 1.26, то есть до Дня Пятидесятницы. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Думаю, аргументация здесь вполне очевидна. Особое откровение Божие – это закон Моисеев, как еще один способ испытания израильского народа. Способ благословения и проклятия. Шестая диспенсация – это диспенсация благодати. И Божьим инструментом здесь выступает не столько обетование или совесть, гражданское правительство или закон, сколько благодать. Здесь Израиль, к моменту, описанному в «Деяниях 1.26», окончательно отвергает Мессию. Пророческие часы останавливаются. Вот так это выражено. Становится совершенно очевидно, говорит Скофилд, что в Божьей программе задействованы два народа. Народ израильский и Божий, то есть его церковь. Израиль и церковь. Божье прямое взаимодействие с Израилем временно прекращается. Период благодати. И вместо этого мы видим тело Христово, которое включает в себя как евреев, живущих на земле, так и верующих из язычников. С Деяний 2.1 до Откровения 19.1 со дня Пятидесятницы до начала Тысячелетнего Царства. И с этим мы переходим к седьмой диспенсации по схеме Скофилда, диспенсации Царства. Она касается Тысячелетнего Царства. Книга Откровений 20, стихи с 1 по 15. После этого Бог творит новое небо и новую землю. Но это не восьмая диспенсация, если следовать схеме. Их всего семь. От невинности, непорочности до Тысячелетнего Царства. Основная тема Тысячелетнего Царства это восхищение Церкви с земли. Пророческие часы возобновляют свой ход. Христос правит Израилем в период Тысячелетнего Царства с центром в Иерусалиме на протяжении тысячи лет. По окончании данного периода происходит сотворение нового неба и новой земли, что описано в Откровении 21 и 22. И здесь мы наблюдаем необычный поворот, который и рассмотрим дальше. Известен он как прогрессивное течение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok